Каменный уголь, каменный век. Вот так из года в год Павел вручную подкидывает топливо в печь. Эта угольная котельная уже много лет согревает деревню Коротиха Заволжского района. Детский садик, дворец культуры и три многоквартирных дома. Сооружение устарело и морально, и физически. Да еще и убытки приносит по 4 миллиона ежегодно. Во вторник зампред Максим Громов вместе с руководством района оценили перспективы замены старой котельной на более современную, газовую, блочно-модульную. Проектно-сметная документация у района уже готова. Осталось самое сложное – привлечь инвестора. Все будет зависеть от того, как пройдут переговоры с инвестором. Потому что сейчас главная задача убедить в том, на какие риски он пойдет, и какие будут перспективы для того, чтобы содержать непосредственно эту котельную. Цена вопроса около 15 миллионов рублей. Но нужно заметить, газ доберется до коротихи только в этом году. Когда руки дойдут до котельной, сказать пока никто не берется. А значит, эта угольная старушка прослужит еще минимум сезон. Впрочем, это лишь один из вариантов оптимизации схемы теплоснабжения в районе. Есть альтернативные источники. Можно ведь и на торф перевезти котельную. Можно модернизировать и сами угольные котлы, существующие оборудование, работают уже больше 15 лет. И оно, скажем так, не внушает доверия по своей надежности. Поэтому вопрос его замены, модернизации сегодня актуальный. В рамках этой рабочей поездки Максим Громов провел совещание с местными властями по итогам прошедшего топительного сезона и обозначил направление работы на следующий. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Заволжский район.